Ну вот, сегодня я собираюсь рассказать нечто об Андрея Дмитриевича Сахарове. О Сахарове так много сейчас написано, что я не буду ни в коем случае повторяться. Скорее всего, это будет мой маленький опыт общения с Сахаром и всё, что с этим связано. Потому что с этим связано не только Андрей Дмитриевич, а и то Валентин Петрович Турчин и Орлов, о которых я рассказывал в прошлый раз. Так что вот это будет такая беседа. Но вот сначала я хотел бы сказать, в прошлый раз, в конце, мне одна из слушаний, я, к сожалению, не помню фамилию, задала вопрос. А зачем? Вот зачем ей? Зачем вам? Зачем? Зачем всё это нужно? Вы занимаетесь хорошим делом, учитесь на физтехе и приобретаете уникальную профессию, вообще говоря, которая может вам в жизни дать возможность заниматься очень полезными и важными вещами. Должен сказать, что я мог бы много чего наговорить, но на самом деле я не знаю ответа на вопрос конкретный, зачем нужно это не вообще, а конкретному, данному конкретному человеку. Не знаю, зачем. И думаю, что на этот вопрос, и так я и сказал, этой слушательнице, что на этот раз может ответить только она сама. Зачем? Ну, не знаю. Не знаю, зачем. Зачем вообще пишется история? Вот, за тем. Вот. Ну и всё. Поэтому я начну рассказ свой об Андрею Дмитриевичу Сахарову. Но прежде чем начать его, Саш, двигайся. Прежде всего начать этот рассказ, я бы хотел... Поддень дальше. Я бы хотел пояснить моё отношение к Андрею Дмитриевичу Сахарову рассказом другом. В моём многолетнем собеседнике пилологе Георгия Александровича Лескиси. Георгий Александрович умер несколько лет назад. Это был один из тех пушкинистов, который Пушкин им жил. Вот он про Пушкина знал всё. Что только можно знать про Пушкина. И однажды мы беседовали с ним. Георгий Александрович интересовался разными проблемами. И в частности физическим проблемам. А я был не послушательный физик. И однажды... Подвинься дальше. И однажды я задал Лескису такую задачку. Я ему сказал, что представьте себе. Вы занимаетесь всю жизнь Пушкина. Вот вы идёте по патриаршам. А навстречу вам Пушкин. А вы всю жизнь посвятили ему. И, конечно, у вас есть огромное количество вопросов, на которые мог ответить только Пушкин. Но задать вам может только один вопрос. Вот один такой сокроведный вопрос, который помог бы вам, вашим многолетним занятиям и исследовать, что есть такое Пушкин в нашей жизни. В жизни России, в жизни всего мира. Лескис, обыкновенно обдумывающий свои ответы, мы с ним часто беседовали, на этот раз ответил мгновенно. Он сказал, что вы, Валерий Зинович, какой бы вопрос я им не знал. Я бы просто снял шляпу. Если бы такое приключилось со мной, я бы сказал шляпу и сказал, здравствуйте, Александр Сергеевич. Вот и всё. Вот так я чувствую себя в отношении к Андрею Дмитриевичу Сахару. А вот важнейшие события. Здесь в экране у вас, вы видите, важнейшие события работы и события в жизни Андрея Дмитриевича. Ну, вы знаете, биографию Сахарова можно прочесть по огромному количеству источников, в интернете и где угодно. Есть его знаменитый потомник воспоминания, Толстый город, вот этот сайт здесь. И биографию можно знать. Поэтому я остановлюсь только на тех местах, которые мне будут существовать. Значит, вот 38-й год. Сахаров родился в 21-м году. Значит, в 38-м году, вот ему было 17 лет, он поступил в МГУ. Дальше началась война и окончил он МГУ уже в эвакации в Шрабате в 42-м году. Видите, всего 4 года. Это был ускоренный выпуск. И был, получил, на специальность, я даже сейчас не вспомню, какие-то взрывные устройства в МГУ для физиков. И был отправлен на работу, работал в разных местах, работал очень интенсивно, поскольку шла война. И у него масса изобретений, сверхполезных в те времена. А вот, значит, в 1947-м году его вызвал Игорь Георгиевич Тамк, академик, начальник теории отделов Иоанна, и предложил ему поступить в аспирантуру. Надо сказать, что сахар был отличный, практически научился. Ну, всё как положено. И вот, значит, в 1947-м году он окончил эту аспирантуру и защитил диссертацию в Иоанне. Вот, в теории янтерных переходов в типо 0-0. А затем пошла серия, огромная серия его работы. Вот здесь, в 1949-м году отмечена работа пассивная. Так более-менее по названию всё вам понятно? Ну, тут у него не у всех бэкграунд именно физики частиц? Ну, ничего, взаимодействие с электронным и позитроном, все знают, что такое, когда рождаются пары, как взаимодействуют в пенсионном состоянии электронным и позитроном при рождении пары. А вот пассивные мизоны, это что это такое? Пассивные мизоны... Это тоже, я не знаю. А, так я тебе и расскажу сейчас. Пассивные мизоны, это очень интересная работа, которая потом была продлена очень интересивно. Это ситуация, когда вы в атоме, ну, например, в процессе водорода, да? Заменяете электронным мезоатомом. Мезоатом это у нас сейчас называется. Меоном, да, мезоатомом. У нас в задачках это сейчас есть. Прекрасно. Вот меоном... Что произойдёт? Меон тяжёлый. И поэтому его самая основная орбита будет очень близко к ядру. И поэтому, если вы хотите столкнуть два протона, ну, два атома водорода, то они, прежде всего, взаимодействуют оболочками и, естественно, будут расталкиваться на огромный барьер для того, чтобы преодолеть эти электроническое взаимодействие. А меон совсем близко-близко-близко к ядру, и поэтому нужно гораздо меньше энергии для того, чтобы произваимодействовали два атома. Вот это было тогда уже. Меоны катались, это называется. Это называется... О, совершенно точно. Теперь это называется меонные катались. Потому что меон отскакивает, он продолжает жить, он поглощается, замещает электрон на другом атоме, и происходит меонный катались, происходит бурные реакции, потому что расстояние маленькое. Ну вот. Эта работа была сделана в 1949 году. Вот и отчёт Фиана, пассивные мезоны. Это вот работа на эту тему. Дальше в 1950 году начинается его работа в Арзамасе Игорь Георгиевич. Там учитель по многим разным причинам. Игорь Георгиевич много чего понимал в жизни. Но по разным причинам, поскольку Сахаров был не устроен во всех бытовых отношениях, предложил ему начать работать в Арзамасе-16. Это проблемы торбоядерных. Ну тут нужна историческая, наверное, сноска. Вот даже моему поколению, наверное, известно, что такое Арзамас-16. И сейчас Саров. А тут нужна историческая сноска, что это, по сути, были гетто для учёных. Ну это закрытый город. Закрытый город. Так называемый почтовый ящик. Гетто, ну, кому-то за цене это. Но это почтовых ящиков было, все были почтовыми ящиками. И институт, в котором я работал, ИТЭП был почтовым ящиком. Там все они были в почтовом ящик, мы имели какие-то дурацкие назвали. Например, ИТЭП был ТТЛ, Тепло-техническая лаборатория. Так что все закрытыми ящиками. Запомните, в людях в чёрном, для нового поколения, у них там, значит, мастируется какой-то там институт чего-то. Вот оно вот в Советском Союзе так всё и было. Вот Арзамас был не просто ящиком, Арзамас был за колючей проволокой. Туда до сих пор не ходят поезда. До сих пор Арзамас абсолютно закрыт для въезда и выезда только по специальному разрешению. До сих пор. Потому что это место, где создавалось водородное оружие. Ну и до сих пор что-то там такое совершенствуется. Нет, но сейчас-то там он публичный город, конечно. Нет, закрытый. Закрытый город. Для того, чтобы туда поехать и заниматься, ну вот Саша Штрелков, мой приятель, занимается там экспериментами по нейтронным взаимодействиям, только по специальному разрешению. Причём, ну это не так существенно. Арзамас тогда был закрытым местом. И Сахаров начал работать в этом закрытом центре. Работал он очень интенсивно. Вот тут написаны его работы. А термоядный реактор с Игорем Тамом и термоядный бридер. Эти работы Курчатов вложил ещё в 56-м году на международной большой конкуренции в Харуэле. Вот. И в 52-м году Андрей Дмитриевич уже был начальником теоретдела. Там было два теоретдела. Одним теоретделом заведал Яков Борис Зельдович, вторым теоретделом заведал Андрей Дмитриевич Сахаров. Был назначен начальником теоретдела. В 53-м году было проведено испытание нашей водородной бомбы, транструкции Сахарова. И ему брела одновременно присвоенная степень доктора физмат-наук. Значит, кандидатом он стал, как вы помните, ещё в 47-м году. Он был тут же избран действительным членом Академии наук. В 54-м году он получил первое звание Героя соцтруда. В 56-м году второе звание Героя труда. В 58-м году третье или в каком-то следующем году. В 62-м уже третье Героя соцтруда. Таких людей тогда не было. Даже у Якова Бориса Зельдовича было меньше этих Героев. Но уже тогда, уже тогда, в 58-м году, он сделал работу о аэрационной опасности и ядерных испытаниях. Она была написана, конечно, не в журнале, а в Советский Союз сегодня такой журнал был. И 60-й год – это большой доклад о возможности осуществления управляемой термоядерной реакции с помощью лазера. Ну, давайте я переведу на русский язык. Это термоядерная электростанция. Термоядерная электростанция. То есть отличие управляемая от неуправляемой. Неуправляемая – это бомба, управляемая – это электростанция. Да, с помощью лазера. Лазер, как вы понимаете, можно сюда выключить и включить. У этих, кстати говоря, не сработало. Это другой вопрос. Значит, и 61-й год. 61-й год. Андрей Дмитриевич так успешно работал, что мощность водородной бомбы росла в экспоненте. И в 61-м году можно уже было, было уже готово бомбы и 50 мегатонн, и 100 мегатонн. Напоминаю, что водородная бомба, сброшенная в Феросиме Микасаки – это 20 килотонн. То есть это в тысячи, тысячи, десятки тысяч раз мощней, чем можете представить себе последствия этих взрывов. Значит, 50 мегатонн была взорвана на Севере, на Новой Земле. Ну вот, 62-й год был отмечен не только третий звезда «Герои социального труда», но и первым общественным деянием Андрея Микасаки. В это время в советской сельхознауке и биологии, вернее, главное место занимал и Трофим Ленич Лысенко. Был такой ученый, пожалуй, ученый. Был такой, я даже не знаю, как его назвать, потому что все основные труды. Ну, аферист. Ну, дело в том, что он начинал-то, он как агроном. И вполне, значит, его первая работа по яровизации картофеля. Была сделана, правда, это папа его сделал, но она была вполне нужная работа. Другое дело, что экономически, значит, что такое яровизация картофеля? Это значит, что, значит, если картошку посадить весной, как положено, то неизвестно будет... Я просто предпочитаю картошку. Про яровизацию пшеницы, да. Извините, пожалуйста. Если пшеницу посадить, как всегда, а зимой в России сажать, средний плод России не лучшее место для посева пшеницы, то она может просто померзнуть из-за больших холодов, которые весной случаются часто, часто, часто. Вот сейчас вы видите наводнение, так что все затопило бы и залет. Вот, поэтому однажды его отец оставил груду зерна, она осталась у него, и весной, не осенью, он ее не посадил, а осенью она уже проклюнулась, лежала, и он решил ее посадить. Чего она зазря болтается? Посадил ее и выросла, выросла вполне, она проклюнулась уже пшеница, яровизировалась, прошла стадия яровизации в куче, и когда ее посадили, она выросла вполне. И вот это Трофим Низь этот подхватил, и этот способ яровизации пшеницы в нашем неустойчивом климате, он был по всей стране пропагандирован, и было приказано везде сажать пшеницу яровизированную. Естественно, это афера, потому что ничего из этого не вышло, потому что сажать яровизированную пшеницу, это специальная техника, это не искусство зерно, которое вы себе видите, а уже набухшее такая штука, она может, ну, это и специальные техники, но не в этом дело. Не говоря о том, что он сделал из этого вывод, что она заряжается какими-то там флюидами? Это отдельная история, и бред, который вокруг этого проистекал, он же проистекал в борьбе. Когда нормальные люди, нормальные биологи указывали на ошибочность этой идеи яровизации, как метода сельскоязычного, то пошла уже то, что называется борьба. Она всегда шла, мы знаем, она была и до того, как-то наследуется привлекенный признак или не наследуется, она всегда у биологов шла, поскольку у них доказательства всегда очень сложно. Ну вот. Значит, и вот в Академии, в Академии после сессии Восхнил 48-го года, Лусенко был просто любимцем партии правительства, и первыми выступили против него водные биологи, которые были подавлены и зажаты, и сидели тихо, первыми произнесли выступы физики. И в частности Сахаров, узнав, что готовится такая, вот мы долго готовились, кто будет поступать, Сахаров тогда не стал думать, кто будет, а вылез на трибуну и сказал, что Нуждин, который в это время предлагали в Академии, это было на заключительной сессии Академии наук, где уже выбирает в Академии, он рассказал, кто такой Лусенко, и кто такой Унуждин, убеждаясь, пока, значит, кто еще принят решение. Ну вот. Так вот, характеристика Сахарова. Это очень важно. Здесь, ну, обычная характеристика. Я, кстати говоря, не очень знаю, зачем она была, она обычно в конце характеристики же пишет, да, на, для того-то, того-то. Но вот здесь очень забавные фразы. К недостаткам товарища Сахарова надо отнести, что они, что он мало работает над собой, и в идейном отношении там то-то, 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 и поэтому отказался быть депутатом горсовета. Как можно. Как это можно, да. И, бог с ним, ну, недостатки надо было указывать. Какой мы тебе недостатки. Но, правда, это не такое. Но вот еще одна. Данные недостатки объясняются тем, что товарищ Сахаров легко поддается чужому влиянию. Что это такое? Это зачем? Так вот, известность, и подписан, конечно, из-за руководителя. Это вот зачем. На самом деле была команда Сахарова и его главный начальник академика, господи, начальника этого Арзамаса-16. Сейчас у меня выскакивает. Дело в том, что Лаврентий Павлович Берия, известный, наверное, вам лично, не буду рассказывать, кто это такой, был начальником всей этой команды и этой программы и отвечал за нее. И у него, если не выйдет, что-то пойдет не так с испытанием, то у него в запасе имелась вторая команда. Эту всю команду Сахаров, Харитон, Харитон, Сахаров, Зельдовича, всю, всю, услать неизвестно куда, а вступит в действие вторая команда. Так вот, именно это и имелось в виду. Именно это имеется в виду, когда говорится, что они поддаются чужому влиянию, а по-видим, если их отстранят, то вот было основание для того, чтобы отстранить, потому что Сахарова команда поддаются чужому влиянию. Поехали дальше. Но Сахаров работал. И работа, которую он сделал в это время, это 64-й, 65-й, 66-й и так далее, я бы, а вы видите, это работа по фундаментальным, он начал заниматься фундаментальным проблемами ягра, физики элементарных частиц и космологии. и активно этим занимается. Это помимо работы технических, которые он осуществлял по взрыву водородной бомбы, вот это его работа здесь отражена. Давай дальше. Вот. Дело двигалось к 23-м съезу партии. В 22-м съезе партии программа Хрущева заключалась в том, как вы знаете, Сталин был разоблачен в докладе Хрущева на 20-м съезде. К 22-му съезду... На всякий случай я скажу, что про 20-й съезд партии надо просто отдельно почитать литературу, потому что это абсолютно знаковое событие. историческое событие. Это и речь Хрущева со всеми хитростями, которые он там употреблял, значит, надо, конечно, прочесть. Она и есть в интернете, это легко сделать. К 23-му съезду, это уже Хрущев был удален от власти, в партии стоял Брежнев, и вот готовилась программа по реабилитации Сталина. Это было бы событием такой же значимости, как и разоблачение Сталина, потому что это резкий поворот в целом огромном государстве, это уже другое государство, а в нем снова возникает Сталин, поэтому 25 физиков самых крупных выступили с письмом к 23-му съезду. Но Корней Чуковский все-таки не физик? Ой, не физик, я прошу прощения. И тут много не физиков. Общественные идеи. Общественные идеи. Тут Некрасов, как вы видите, тут Паустовский, тут художник Пименов, тут Майя Плесецкая, тут Михаил Ром, Ростовский, это Эрдзе Гердин знаменитый, и так далее, и так далее. Это, конечно, Шмуктуновский. Это письмо 25-ти против реабилитации Сталина в 23-м сессии. Давай дальше. В это время Сахаров уже как бы, как бы, у него начинает проявляться интерес к не чисто физическим проблемам, а проблемам государства, проблемам прогресса. Он, это, 67-й год, это одна из важнейших работ, которая до сих пор, значит, одна из самых крупных работ, это нарушение цепленности, ассимметрии, и барионная асимметрия Вселенной. Речь идет о работе, в которой Сахаров впервые пытается построить теорию, почему, спрашивается, в асимметричном мире, где частицы и античастицы имеют равные права, и вначале при высоких температурах в первые, ну не секунды даже, секунды образования мира, мир был симметричен, и электронов, и позитронов было одинаково, и протонов, и антипротонов было одинаково, а сейчас мы имеем протоны, и никаких антипротонов только может создавать на ускорение. Да, это большая тема, но достаточно сказать, что барионная асимметрия это один из основных двигателей современной физики частиц. Ну конечно. Это одна из основных проблем, на которые направлены в современные. Объяснение, почему нарушилась симметрия между протонами и антипротонами, и в результате этого, этих процессов, о которых вот Сахаров построил теорию, 10 минус десятый протонов выжило, по отношению антипротоны исчезли. следующая работа и вот эта симметрия вселенной это 68-й год. Это работа до сих пор вот Академия Пробаков перед смертью сделал большой доклад, он рассказал какие трудности есть в этой теории, но тем не менее указал, что ну трудности уже количественные, как согласовать в точной, то есть построить точную теорию, количественную, у Сахарова не было количественной теории. И в это время, вот я говорю, Андрей Дмитриевич стал размышлять и написал свою первую называемую политическую, гражданскую работу размышления о прогрессе и мирном существовании. уже было под 50. Это 69-й год, в 21-м году родился. Значит, да, да, то есть это 21-м году это, это работа 69-го года. Вот это было. Она была написана им, написана в некотором смысле для себя. Ясно, что не для себя такие вещи не остаются для себя. но он хотел разобраться и понять каким же образом в современном мире наполненном водородными бомбами и всем чему угодно противоречены между одним устройством капиталистическим и социалистическим можно все-таки говорить о мирном существовании и интеллектуальной свободе. Потому что так. У меня вопрос. Вот я немножко в сторону последний. предыдущую лекцию. А в каком возрасте Турчин написал инерцию страха? Инерцию страха Турчин значит написал я сейчас скажу. Это был 70 какое-нибудь начало 70-х годов. Турчин 31-го года значит вот тоже несколько моложе. Он был около 40 с небольшим. Это очень интересно вот опять такое наблюдение что мы говорим о людях уже такого глубоко среднего возраста. Да. Люди уже это не юношские выступления это не просто так это я я придумала это глубоко продуманные вещи. Давайте дальше. Вот основные вещи написанные Сахаром в этой работе. выносим на обсуждение читателя брошюра автор посадивает в себе целью с наибольше доступной ему убедительностью и откровенностью изложить два тезиса которые разделяются очень многим людьми во всем мире. Эти тезисы суть. Следующий. Разобщенность человечества угрожает ему гибели. Вот это вдумайтесь все эти слова. Это казалось банально но произнесенные вслух если такие слова завладевают большим количеством людей то они становятся огромной силой. Так вот разобщенность человечества угрожает ему гибелью. Цивилизации грозит всеобщая термоядерная война. Это вам говорит не какой-нибудь человек который ничего не понимает а человек который создал термоядерную катастрофический голод для большинства и для большой части человечества оглупление в дурмане массовой культуры и в тисках бюрократического догматизма распространение массовых мифов бросающих целые народы и континенты во власть жестоких и коварных демагогов гибель и вырождение от непредвиденных результатов быстрых изменений условий существования на планете это первый тезис второй человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода вот я еще раз призываю всех казалось бы ну чего-нибудь такое слово свобода вот зачем-то нужна свобода так вот в этих условиях когда грозит человечеству всеобщая катастрофа человечеству необходима интеллектуальная свобода свобода получения и распространения информации свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения свобода от давления авторитета и предрассудка такая тройная свобода мысли единственная гарантия еще раз единственная гарантия от заражения народа массовыми мифами которые в руках коварных лицемеров демагогов легко превращаются в кровавую диктатуру это единственная гарантия осуществимости научно-демократического подхода в политике экономики и культуре но свобода мыслей в современном обществе находится под тройной угрозой Сахаров указывает на эти угрозы со стороны рассчитанного опиума массовой культуры массовой культуры то есть вот телевизор радио и все что действует на слух обычных людей со стороны трусливой эгоистичной мещанской идеологии со стороны окостенелого догматизма и бюрократической олигархии ее излюбленного оружия и идеологической цензуры поэтому свобода мыслей нуждается в защите всех мыслящих и честных людей и вот после того как Андрей Дмитриевич эту свою работу запустил то что теперь называется самоиздатом когда она стала распространяться среди слоев широких слоев ну во всяком случае того того слоя который мы называем интеллигенцией 30 мая 60 года Сахаров был отстранен от секретной работы и уволен из Арзамаса напоминаю трижды лауреат государственной премии лауреат всего на свете академик и так далее он просто уволен из Арзамаса 16 надо сделать справку потому что опять наверное на современном уровне это непонятно ну уволили уволили пошел работать в другое место но ты наверное на своем опыте можешь сказать что такое быть уволенным по идеологическим причинам в Советском Союзе ну мы вещи несоизмеримые я вначале хотел сказать что вот моя предыдущая беседа о Турчине об Орлове это близкие мне были люди я знал Турчин вообще мой учитель в течение 50 лет учитель и друг одновременно и Орлов мне близкий очень человек и мы с ним многокрожный но и мы в каком-то смысле хотя я нисколько не ставлю себя на одну доску на мой взгляд с великим намыслителем Турчиным и с очень высоко образованным и ну не люблю я красивых слов но выдающимся физике Орлов и тем не менее мы как бы были соизмеримы а вот сахаром я не соизмерил но тем не менее просто чтобы понять что человек меня уволили нет а я не про это говорю я просто надо объяснить что человек уволенный по идеологическим причинам он не мог найти работу нигде ну опять разные вот Дмитрий Дмитриевич был зачислен в теории Гилфиана я-то был выстроен из-за ворота и меня случайно взяли в Портвино на работу ускоритель в качестве управляющего люльки который мусор вывозил из-за труса ну взяли физический инструкт Портвино это Институт физики высочей энергии а Андрей Дмитриевич такой величин человек который его нельзя было сделать дворником вот дворником сделали его ученика в котором о том сказано А Андрей Дмитриевич конечно был зачислен в теории Гилфиана но при этом вот его собственная выписка из книжки воспоминания мне в дополнение к зарплате АГА академика 400 рублей была назначена зарплата еще 350 рублей это 400 рублей это стипендия академические стипендии которые вы плачете чтобы вы понимали студент получал там получать 90 рублей стипендия нет 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 тогда я получал 22 а это другой 220 220 это уже была реформа это было 22 стипендия было 22 рубля а академик получал 400 плюс 350 нет 22 рубля при этом от меня явно не ждали никакой научной продукции важно было прилично избавиться от меня на объект в августе мне решили поехать на несколько дней на объект забрать вещи сдать коттедж ну у меня была целая коттедж они вместе жили в коттедже этот приезд я совершил поступок который считаю неправильным значит что это за поступок он такой совершил который считал неправильным Сахаров получал такие огромные деньги что он даже не знал сколько их и когда выяснилось что у него на сберкнижке 100 тысяч рублей 100 тысяч рублей каких-то несчастных 100 тысяч рублей он просто их передал в фонд как это называется помощи медицинской вот и почему он считает это неправильным потому что передав его министерство здравоохранения он тогда не понимал что это пойдет министерство здравоохранения оттуда куда надо поэтому и написал что считает этот поступок неправильным а на 100 тысяч рублей он передал просто официально в фонд министерства здравоохранения а в это время было написано 69 год он уже уболен работа антиквартии во вселенной это вот очень существенная работа и многолистная модель вселенной с Игорем Дмитриевичем Новиком это он уже занимался астрофизикой многолистная это что-то типа это многолистная модель вселенной это когда типа Рандал Сандрова что-то ну что-то но это длинно долго объяснять но именно многолистная и вот тогда состоялось первое знакомство Валентина Федоровича Турчина с Андреем Дмитриевичем Сахаров Турчин тогда занимая понял уже что невозможно человеку оставаться в стороне заниматься своей математикой Турчин тогда пришел в математику из физики заниматься просто математикой невозможно это это предательство роли интеллигенции во во всемирном прогрессе и он написал работу о которой идет речь поскольку ему хотелось что эта работа она была предназначена вообще говоря для того чтобы ее прочитали вверху Брежнев и Палитбюро но для того чтобы придать без Турчин с таким количеством иконостасов которые были он попросил Сахарова прочесть эту работу и высказаться Сахарова я прочел и сказал что он готов подписаться под письмом чтобы эта работа была адресована из-за его подписи но пригласил еще известного уже в те времена автора книги перед судом истории Роя Медведева книжку Роя Медведева это первая книжка которую прочел Сахар из вот диссидентских трудов она ему ужасно тогда не знал он работал в Арзамасе и вообще не знал что творится за забор и вот каким-то образом ему попала эта книжка это Рука в Сырой Медведев и он поразил это я тут хочу прокинуть небольшой мостик в предыдущее наше занятие когда мы обсуждали четырехмерную поэму Герцена Копылова и вот мы там обсуждали ну я там между делом говорил о том что вот житие в этом ящике когда ты не знаешь что за то есть в этом и смысл да вот этой изоляции что ты занимаешься своим делом и это ну это просто я делаю отсылку ну вот это письмо предполагалось что оно будет уже тогда Турчино как инициатору письма говорили его соплеменники ну куда вы обращаетесь ну кто там будет читать но Турчино считал что прогресс все равно есть уже в команде в команде Брежнева уже есть полит полит технологи типа Бовина был такой который Бовин кончил тем что был послом в Израиле Александр был такой люди прогрессивно уже в каком-то смысле прогрессивно и они это для них адресовано это письмо конечно Леонид Ильич сам его не будет читать и вот в этом письме было предложено некоторое количество действий которые надо произвести для того чтобы наша страна встала на путь прогресса нужно заявление высших партийно-правительских органов о необходимости дальнейшей демократизации и темпах ее проведения нужно ограниченное они понимали что ограниченное нельзя в массу кинуть такое ограниченное распространение через партийные организации предприятия информации об истинном положении в стране потому что тогда же вы помните Никита Сергеевич сказал что нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме сказал это кстати говоря до экономической катастрофы еще было достаточно далеко то есть она была уже неизбежна но она уже она уже она уже была явно просматривалась потому что я напомню вам что целинные земли были распаханы значит в 60-х годах именно потому что урожайность ведь урожайность скажем пшеницы в нашей стране была катастрофически низкой это даже вот я уже смеясь кому-то рассказывал что при поездке на целину была такая частушка мне по радио недавно сказал милый приезжай собирать к нему поеду на целину 100-пудовый урожай 100-пудовый это 15 центнеров гектара в Европе или в Америке никто бы не чихнул бы на такой урожай закапывать деньги 15 центнеров гектара а 15 центнеров это была мечта в Советском Союзе получить такой урожай поэтому об истинном положении вещей информация о положении вещей в стране мы же после целины когда она провалилась целина это конец 50-х годов мы стали закупать 80 миллионов тонн пшеницы в Канаде просто что вы поняли положение уже бедственное можно посмотреть литературу но вот в 85-м году перестройка и так далее то есть скажем Советский Союз протянул до 90-го до конца 80-х годов только потому что были очень высокие цены на нефть и продовольствие масло закупалось ну конечно это в конце 70-х годов было уже ясно все я вам скажу что я жил в городе Нижемнобль тогда в 60-м в 60-м году во всех городах Советского Союза мясные и рыбные магазины закрылись все это выдавалось только по предприятиям и по карточкам мясо кости рыба в магазинах как таковых уже не было они все были закрыты в 60-м году так вот третье широкая организация комплексных производств объединений фирм с высокой степенью самостоятельности тогда говорить при абсолютном монополии власти о самостоятельности прекращение глушения иностранных радиопередач ну вот захотели свободные продажи иностранных книг предлагают Турчин Сахаров включить в эту программу давай дальше осуществление рядом мероприятий способствуют улучшению работы судов суды это вообще закрытая вещь никто вообще никогда при советской власти не мог не только не повлиять ну мы знаем кто были судей и кто были обвинители отмена указаний в паспортах и анкетах о национальности единственная паспортная система единая паспортная система для жителей города и деревни паспорты в деревне были выданы только впервые в 60-е годы до этого человек живший не имел возможности выехать в город поскольку паспорт у деревенского населения не существовало наконец реформы в области образования увеличение ассигнования начальной среди школы и так далее и так далее принятие закона о печати информации ну это очень больное место улучшение подготовки входящих кадров ну слава тебе господи постепенное введение в практику выдвижения нескольких кандидатов на одно место это что вы поняли в советском союзе были выборы а как правило из одного кандидата не как правило а стопроцентно никогда не было двух кандидатов всегда был один он назывался кандидат от блоха коммунистов и беспартий один единственный так вот тогда был вопрос о том что были альтернативные выборы расширение прав советских органов что такое расширение прав советских органов были советы но кто они были это был третье степенное лицо командовал всем райком горком обком партии а советы и советская власть это была такая подставка обычно женщина была представителем гор или совета и бегала получать указания этажом выше выгодить выше выставление прав насильственно переселенных при старине это речь идет о переселенных народах в сорок четвертом году переселение из чеченцев ингушей нет с евреями это отдельная история чеченцев ингушей каркалпаков и немцев поволж мероприятие направленное на увеличение гласности в работе руководящих органов вот еще такая версия в это же время была Сахаром написана это почему я перемежаюсь потому что Сахар вытерял всякий творческий потенциал и вот его потянуло на легкую жизнь и тогда он писал важнейшие важнейшие свои работы блин вот эта работа поинтересовалась топологической элементарной нет нет это Сахар ЦПТ-симметрия ну вот и дошел он до того что 73 до этого до этого значит сколько времени до этого смотри за часами до этого Сахаров ой как быстрее Сахаров был так или иначе под защитой МГБ и органов он считался нашим человеком хотя его удалили из-за но все равно это все равно наш человек так вот впервые компания открытая когда была названа фамилия Сахаров фамилии его не было нигде ну вы помните это время когда теоретик космонавтики это значит там Телдыш значит Королев а это вот фамилии не называют и вот началась открытая компания 29 августа все центральные газеты опубликовали письмо членов Академии наук считаем необходимым довести до сведения широкой общественности свое отношение к поведению Академии Сахаров в последние годы Академия Сахаров отошел от активной научной деятельности и выставил с рядом заявлений порочащих государственной строй внешне и внутреннюю политику Советского Союза недавно в интервью данным им зарубежным корреспондентом в Москве опубликованным в западной печати он дошел до того что выставил против политики Советского Союза на разрядку международной напряженности и закрепление тех позитивных сдвигов которые произошли во всем мире за последнее время тем самым Сахаров фактически стал орудием враждебной пропаганды против Советского Союза и других социалистических стран то есть враг народа деятельность Сахарова в корне чужда советскому члену мы выражаем свое возмущение с заявлением академика Сахарова и решительно осуждаем его деятельность порочную честь и достоинство советского ученого мы надеемся что Сахарова задумается над своими действиями кто же подписал подписали 40 действительных членов академии вот их фамилии давайте давайте извините на следующий я просто вот им важно видеть эти портреты это только 10 человек из этих 40 вот Нобелевский лаурянт Николай Григорьевич Басов вот директор ОИЯИ Николай Николаевич Буголюбов вот директор института Вернадского который исследовал лунный грунт виноградов вот Келдыш это все я это персонаж из того списка это академик Марков Моисей Александрович директор зав. отделением физики в академии наук вот Нобелевский лаурянт Прохоров Александр Михайлович вот Нобелевский лаурянт Николай Николаевич Семёнов великий химик вот Илья Михайлович Франк вот с кучей медалей это значит опять начальник этого развиваться 16 академик Харитон и Нобелевский лауреат по физике я по фамилии выступал нет ну здесь чуть-чуть Павл-Андрей Черенков ну вот сигнал дали и теперь дальше пошли в запуск кто первый тут же публикации каждый день тогда все газеты публиковали заявление вот Академик Глушков Сахаров не может не знать что подрывать единство рядов советской науки в том числе и отступление Академик Гомшинецкий стыдно советскому учёному апеллировать к зап номеру Борзиков герой соцтруда давай давай двигай Мальцев знаменитый полевод член Академии наук правильно осудили отступника Цицин Академик полевод неприятно писать о людях потерявших честь и совесть Академик Петрианов нельзя оправдать Кузьмандру Андреан тоже академик в известиях отпор клеветникам двигайся двигайся всего сибирское отделение Академии наук почти всем сосал Лаврентьев Марчук Скринский Ершов Ковтюк поразительно их письмо 21 4 академика педагогической наук 21 член Академии художества я даже не буду читать чего они там писали не соревновались кто громче союз писателей среди писателей Кожевникова Грибачев Марков Михалков Сафронов Чаковский Шолохов Копылова по этому поводу есть в четырехмерной поэме кусок мы его не зачитывали в прошлый раз найти вот конечно грустно видеть среди этого списка Тингиза Матова Василия Быкова Сергея Залыгина но из песни слова не выкинешь от лица рабочих Кировского завода двигайся и заключить заявление ТАСС 8 сентября 40 до 73 года быть советским ученым значит быть патриотом тыр 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 другого не дано ну вот не дано а Сахар пишет в это время свои работы вот вареная симметрия вселенной и так далее и 8 января 1980 года указ президиума о лишении Сахарова ну вот если можете прочтите о лишении Сахарова всех наград и всех званий и это значит указ президиума Верховного Совета подписан Брежневу конечно и Георгадзе секретарем это 80-й год и эти 8 января двигайся и 22 января 80-го года Сахаров интернирован в городе Горьком эта мера была придумана это надо было они долго думали ну вот как в тюрьму посадить вроде как надо устраивать процесс а что-нибудь еще выслать за границу как выслали потом многих нельзя Сахаров носителей там того-то вот а и он был интернирован в Горьком то есть вот заперт ну как ты говоришь гетто да без права выезжать ему была квартира на окраине Горького и там его держали его там держали почти 7 лет и только в декабре в лодовке да ну я уже не буду описывать это описано в массе его собственных сочинениях и в массе разных о том что что претерпел Сахаров в голодовке одна из них была самой длинной 178 дней его запирали двинься туда вот его издеватель который над ним издевался Борис Симаш как-то в Горьком вот этот обуха вот он в лицо вскал а умереть его искусно кормили через кишку мы вам не дадим но без помощи инвалидов вы будете этот доктор обухов присвоили вас заслужим детям медицины он до сих пор а Андрей Дмитриевич вот продолжал работать и после значит он был освобожден в 1986 году в конце года по личному распоряжению Горбачева он продолжал работать ну давай принцип Бахаи пролизнем я хотел сказать о той общей моральной всемирной установке Сахаров был моральным человеком и вот эти принципы Бахаи которые мы пролизнули это вы знаете прочтите пожалуйста это очень интересно есть такой ветвь называется бахайская религия Бахаи не признают не признают разделение никакое разделение на церкви они считают все все церкви все это одно и то же это дело людское их разделить а на самом деле все они одно и то же существует в Хайфе в Израиле огромный храм бахайской религии в которой есть пределы для всех отметлений религиозных отметлений ислам православие католичество значит иудаизм армянская церковь значит вот это удивительное место в Израиле и огромный сад в который смазаны деревья кустарники и растения со всего мира начиная там от Австралии и Южной Америки кончая это уйдет Бахай верит что наступит время когда наконец люди образуются и поймут что превыше всего человека а не его глупое деяние ну вот я уже буду приближаться к концу да может быть вопросы будут тогда уже анекдоты это вот в начале 70-х годов мне было тогда 35 лет я у меня был шуткий радикулит я болтался и не знал как делать и мне один приятель сделал приборчик который импульс тока подавал надо было прикладывать электроды к какому-то месту и это было полезно с этим симпульсным методом который воздействовал на чакры турчин очень любил на себе испытывать все он занимался телепатией передачей он главный разоблачитель именно опытным путем он поставил связь телепатическая связь Одесса Москва это был на весь разворот в литературе газете отчет о том что как самый знаменитый индуктор рецепиенты передавали сигнал и каким образом статистический отчет турчин был замечательным статистикам шиняков эффекта нет и никогда не было так вот значит и я принес мне сделали шахматную доску вставили схемки которые торчали два электрода ну и кнопочка которые я с этим пришел к турчинам в это время двигались в это время у него был Андрей Сахаров они что-то там свое обсуждали что вот эта штука удивительно эффективные действия вот эти подачи импульсных сигналов на чувствительные чакры в каких-то там точках у него были индийские картинки где точно прикладывают и так далее ну вот давайте на вас попробуем я сказал давайте 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 только что вы хотите вот аппетит вызвать или чего Андрей сказал что вот он бы хотел чтобы на точку сна выбрал самую безопасную потому что аппетит это опасно действовать на точку сна ну вот значит Турчин приложил один контакт в руках такой цилиндр медный другой надо приставить к чакре к этой точке и какое-то время значит будет подавать импульсный сигнал Андрей снял носки разделся приложили куда надо держал но все время смотрел на эту на эту показометры там были вольтметры амперметры они на стрелке болтались поскольку переменный сигнал они болтались он внимательно смотрел на эту штуку ну вот сказал Турчин все через некое время вы почувствуете что хотите спать и ушел заняться чем-то ужином и так далее Сахаров открыл эту коробочку шахматную шахматную коробочку посмотрел посмотрел потом и сказал так это же просто мультивибратор ну конечно мультивибратор а что вы думаете атомная бомба ну конечно простые мультивибраторы вот подает вам сигнал а ну тогда все понял сказал Сахаров и вернулись и пришел Турчин и вернулись к беседе через некоторое время говорит а ты значит действует спать хочется на этом беседе была прекращена и вот последний кадр это была очередная встреча Андрея Дмитриевич с Авентином Турчиной в квартире моего учителя Турчина на улице Бутлерова в 1976 году в 1977 Турчин был вынужден уехать за границу его лишили гражданство он должен уехать в Израиль ну в Израиль конечно поехал нечего там делать а уехал в Америку где мы предлагали пост профессора в исследовательском центре вот у подъезда как всегда тогда дежурила обязательно смена Моцарта Моцарта это наши времена в эти было понятно все машины ГБшины имели имя Моц Моц 17 и 15 Моц их называли Моцартами вот и они стояли всегда никто когда надо было идти куда-нибудь они стояли около подъезда спрашивали куда надо было честно сказать в какую-то квартиру ну например Турчину они пропускали вот то есть это от дураков от них перепугают скажут нет нет я не туда я начну ждать ну вот обсуждали смысл какого-то очередного действия этих людей Владимир Федорович вышел из комнаты на зов жены Татьяны Ивановны а я остался с Андреем Дмитриевичем и заметил что любознательность и забота и назирателей иррациональна ведь деятельность правозащитных групп никто не скрывает а скорее наоборот делает ее максимально гласной скрывать деятельность правозащитных групп бессмысленно это все равно что прятает то что должно быть открыто я сказал что вероятно они и мы говорим на разных языках не имеющих однозначного перевода вот почему это непонятно что мы ничего они не понимают что мы ничего не скрываем они думают что мы что-то прячем и нас надо только разоблачить вот это похоже на несовместимость европейской этики и этики той части последователей Корана который следует завету убей неверного на любую попытку обсудить этот завет такой последователь скажет что нам читателям Корана на русском языке он недоступен непереводимый Коран ни на какие другие языки не переводим так во всяком случае мне отмечали многократно когда пытался комментировать Коран и спросить у людей этого мировоззрения что бы это означало обеслушал меня молча потом мать посмотрел меня и сказал произнося каждое слово вы так думаете это была непроходная фраза в обычной речи с ударением происходит одно из слов ударяется на одно из слов фразы в котором придается мне главное значение но здесь все слова были главными вы Андрей Дмитрий обращался ко мне как к равному собеседнику как бы подчеркивая что мои соображения ему очень нужны интересны и важны так для Д то что я сказал нетривиально и требует во всяком случае осмысления для него было такое правило думайте это значит не болтаю ради поддержания беседы не хочу оставить впечатление а думаю с тех пор когда подворачивается случай отделаться от собеседника этой расходной фразой меня останавливает голос сахара вы так думаете не вот это портрет Андрея Дмитриевича так он слушал поразительно как он слушал это было когда мне приходилось с ним разговаривать я забывал о том что я путался потому что мне хотелось только смотреть на него смотреть и видеть человека который постоянно думает у меня такое было впечатление что он может делать одновременно два дела и думать еще что-то но думать это постоянно он постоянно думал он постоянно ну все вот что он говорил я не профессиональный политик может быть поэтому меня всегда мучают вопросы целесообразности и конечного результата моих действий я склонен думать что лишь моральные критерии в сочетании с непредвзятостью мысли могут явиться каким-то компасом в этих сложных и противоречивых проблемах я придерживаюсь я воздерживаюсь от конкретных прогнозов но сегодня как и всегда я верю в силы человеческого разума и духа это написано было в ссылке в Горьком 24 марта 1981 венец и дальше а ну это уже про кортик ладно это о другом гении я очень хотел бы связать о этих гениях великого педагога корчика который погиб требует вместе с воспитителями вошел в газовую камеру и сгорел в печи но мог уйти мог тысячу раз остаться живым но предпочел войти вместе с детьми в газовую камеру ну у нас осталось еще значит сколько там 10 чуть больше 10 минут на вопрос я предлагаю нашим слушателям задавать свои вопросы потому что я свое успею если кто-то сейчас не задаст у меня есть несколько вопросов но все-таки в первую очередь конечно интересно послушать вопросы слушателей пока не думают я все-таки задам пару вопросов то есть вот у меня наверное два таких вопроса первый вопрос такой вот мы понимаем что ну во-первых по-моему вот с этого рассказа очевидно конечно что Ахсахаров был еще меньшим диссидентом чем чем Турчин то есть единственное за что его распекали это за то что он даже не пытался возражать против строя он пытался порекомендовать как это улучшить то есть его интерес был как раз таки он видел проблему и он пытался ее исправить это то что достаточно характерно для любого инженера да да поднял проблему я всегда видишь проблему хочешь ее исправить я это я очень хорошо понимаю но вопрос заключается в том что мы видим что он достиг вот той известности которая есть его в этой сфере во многом потому что его не трогали не трогали его потому что значит он оказался несмотря на то что там незаменимых нет он был не заменим Орлово 8 плюс 5 лагерей и ссылки конечно Сахарова только закрыт то есть вот можно ли сказать что Сахаров стал тем кем он есть в истории именно потому что его не могли закрыть заткнуть и так далее нет 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 я думаю что инициатива вся в этом смысле была в руках карающих людей которые за ним следили они считали конечно конечно и обсуждая ставят вопрос на политбюро товарищ Андропов конечно советовался значит члены как нанести меньше ущерб значит авторитету Советского Союза по Сахару Сахаров был известен конечно за рубежом как великий совершенно великий еще раз говорю великий физик он физик в первую очередь просто ну занимая так он много занимался бомбой что не хватило ему как бы времени для того чтобы реализовать себя как как физика это его несчастье как может быть не так было у Фермии так было у многих которые вынуждены были заниматься этим вещам вот но прием при том сказать что он был абсолютно защищен Даниил до того как его составили в горький никому даже в голову из нас не приходил что можно такой вычинить запереть его просто ведь посадить в психушку посадить в больницу в которой не дернешься искусственное голодание он выдержал несколько месяцев искусственного голодания то есть кормления через кишку не запихивать этого нельзя искусственного кормления искусственного кормления я хочу сказать что нет можно было сделать с ним все чтобы убить на улице у него же дважды крали вот его эту книжку вот этот двухтомник дважды у него крали портфель дважды мне рассказывали мне рассказывали так вынуждено что заведующий почтой которая заведовала в его дом где он жил на Розамасском шоссе она моя знакомая это жена Егора Первина вот ты знаешь эту фамилию моего близкого друга она рассказала как издевались они на почте ему не давали написать телеграмму он садился брал его толкали и у него светала бумага так что могли сделать им все что угодно он не был защищен нет 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 и не то что он знал что он такой неприкасаемый поэтому делают нет он делает то что нужно не потому что защищен а потому что по другому не считал возможным жить у меня есть еще один вопрос но опять же я хочу в первую очередь если не можете говорить напишите я зачитаю у нас есть еще буквально 8 минут мы можем я могу какие-то вопросы зачитать если голосом не хотите задавать но значит пока вы думаете собираетесь я тогда второй вопрос задам но вот опять я наверное прокинул мостик в том числе к тому что Джончик рассказывал вот есть такое и опять все таки про атомную бомбу да то есть все таки это но нельзя не водород нельзя рассматривать намудрить сахар все таки в отрыве водородной бомбы и вот есть мнение что сама по себе водородная бомба это не только оружие но и точнее не то что вот как вот тот самый дневник Исаакова изброта где там рассматривает это как некоторое оружие а как это все Копылова да ну потому что мы в прошлый раз это обсуждали я поэтому прокидываю мостик к другим нашим встречам потому что я как раз когда я рассказывал про Копылова я сказал что на мой взгляд это вот дневник Исаакова изброта это прямая она вот это прямо вот сахаров там другая история там он не успел создать это оружие но тем не менее вот это вот какое-то такое искупление там я пойду сдаваться потому что я против хорошо давай вопрос вопрос такой возможно ли такое что создание автородной бомбы было тоже попыткой защиты то есть вот эта система сдерживания да вот эта мировая или все-таки он просто занимался этим потому что потому что это интересно я не могу опять ответить если честно я не могу в точности ответить на этот вопрос но поскольку я много не нос и знал и мог задавать вопросы нет чего все то мой ответ я думаю что я могу себе имея право ответить хотя еще раз говорю что я в точности конечно ответа не знаю какой ответ мог бы дать только я дам когда совершенно ясно он не был сам наивным ребенком никогда когда он дел эту работу то он вполне разумно понимал что это нельзя он никогда не идеализировал ни одной из обществ ни одной из руководств и он считал что нельзя иметь одной стороне такое страшное оружие нужно обязательно равновесие нужна вот это это страшная вещь поскольку флюктуации могут при равновесии выводить ситуацию равновесия это каждый знает и Сахар лучше меня понимал в терминамике в кинетической теории но он это все прекрасно понимал но понимал что отсутствие равновесия при наличии политически безответственных деятелей о которых он говорил все возможно поэтому равновесие более устойчивая ситуация чем одностороннее владение и пока именно поэтому получив равновесное оружие он мгновенно перешел на позицию прекращения испытаний ведь все свои беды впервые он получил за то что обратился в руководство страны в первую очередь брежно прекратить прекратить испытания они не нужны больше они не нужны все оружие такого вещи как 50 мегатонн достаточно для того чтобы прекратить доктрины ядерного сдерживания гарантированно взаимного уничтожения это он понимал это он понимал а не просто так я политики сообразят потому что политики действительно издевались на них военные ну известно это сейчас уже расходе стало время конечно для анекдотов когда недель известный маршал издевался над Сахарова что ли господь направь укрепи ты укрепи направим мы сами так что я думаю что Надеюсь понимал все очень глубоко и серьезно но поэтому вот эта работа мирное существование бездержан вот эта работа она еще внимательно считает а вся она возможно путь конвергенции ведь Надим издевается когда впервые произнес слово конвергенция сближение стран с различными государственными строительствами ты тыкали пальцем обществоведа это совсем ребенок конечно я могу вы можете назвать мечтателями кем угодно но другого пути нет ребят нету другого пути вы можете считать это утопией я понимаю что такое утопия я понимаю о чем я говорю у вас нет у кого нибудь вопросы появились последние возможности задать тогда спасибо да большое спасибо за лекцию мы обязательно за тишину запись а вот появился вопрос да у меня просто наверное такое из любопытства даже вопрос вы сказали что запомнили его взгляд то есть вы в первую очередь смотрели на него как все-таки ученого физика но как бы не пытались просто как это он создал как бы такое страшное оружие вот и было ли во взгляде что-то наверное как бы ваше наверное мнение ваше ощущение были чувства о том что вот он сделал все-таки оружие вот или все-таки все нет ну вопрос 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 заключается в том что мы сейчас смотрим как раз на него с двух сторон когда ты на него смотрел и когда ты с ним говорил вот это давление того что это создатель а водородный болт нет никакого давления у меня не было я прекрасно понимал физическую сторону того что сделал Андрей Дмитриевич с одной стороны но никакого абсолютно вообще это сам по себе это феномен потому что я имел возможность разговаривать с многими людьми высоких высоких академических званий и при этом значит вот значит ощущение что вот на тебя смотрят как на сверху как на иногда и бывало а вот но с Андрей Дмитриевич такого близко никогда нет я не знаю как он умел это сделать так хотя вы абсолютно правы на это у него было полное право приподняться надо мной нет я думаю вопрос был не про положение а про то что не было у тебя у самого какого-то вот этого самого ощущения что ты говоришь человеком который ну давай скажем так поменял поменял вот не о своей правозащитной деятельности а именно о своей деятельности нет нет никогда я все-таки еще раз говорю я ученик Турчина поэтому зная вот турчинские турчинское мировоззрение полностью к нему присоединяюсь с малых с молодых лет еще с работы в Омнинске у меня никогда не было ощущения того о чем вы говорите как это ну по-ведьмому это вот особенности я думаю что это все входит в понятие гений для меня все это входит в понятие гений то чего я не умел бы не смог вот это все включение я думаю что тут еще есть нюанс что вот этот страх атомной войны это более поздняя вещь то есть ты все-таки рос немножко в другое время для нас наверное атомная бомба нет нет я рос именно в это время в самое время противостояния вот мы конечно не ощущали этого страха каждый день поскольку открытой войны нет такой животный страх когда открытой войны лицом лицом но нагнетание в те времена кого это интересует посмотрите я просто к тому что вот это уничтожающая атомная война это для нас и для меня или наверное для наших студентов это уже настолько часть культурного кода для нас атомная бомба это не просто оружие которое может уничтожить это просто некоторый символ вот я думаю что вопрос во многом скрывается в этом ну видишь символ символ для меня это вопрос совсем как-то неинтересный потому что я понимаю прекрасно что при наличии такого огромного запаса тотального оружия вероятность его срабатывания она то больше то меньше в разные моменты она иногда повышается на 5 порядков или на 7 порядков иногда понижается на 5 порядков 10 селедей но это ядерная война с таким оружием это катастрофа космическая катастрофа ну представь что на землю налетел объект размером там не знаю полуны большой и все и все кончится в одну секунду это вот эта история земной цивилизации она может закончиться вероятность этого существует для меня как бы неинтересно это все кончится у меня интересный процесс как выходят люди как выходят из ситуации а не как что будем делать если она случится может случиться на землю могут лететь медаль да ну это вытащили вот она вот видно все нет нет поверни я обратную сторону показываю мир нарисован это мемориальная медаль да она была тогда вот одну из них мне дали так время наше закончилось пожалуйста еще раз счастливо да благодарю за мне кажется что она будет очень цена тем кто еще да значит спасибо это было очень интересно если кто прочтет хотя бы одну книжку про Сахарова а их очень много сейчас есть Боря Альшой раздал очень хорошую книжку можешь ее показать ну я потом замечательно их очень много если хоть кто-нибудь что-нибудь прочтет и узнает я буду считать что моя задача выбрана так и порешено спасибо